Стартует у нас с вами школа ходатайства, и у нас будет 10 уроков, которые будут до Нового года продолжаться с перерывом в один вторник, вот, и как раз до конца года мы ее будем должны закончить. То есть у меня просто есть большая школа молитвы, эти уроки взяты и переработаны из этой школы, и это конкретно о ходатайстве будет, то есть конкретно мы будем говорить про ходатайство. И это очень радостно, потому что я очень сильно верю, что Господь хочет в это время особенным образом поднять ходатайов, которые понимают, что они делают, как они делают, которые делают это ответственно, которые встали как сторожа на свои стены и стоят там до тех пор, пока не увидят славу Божью в своем городе, в своей стране, в своем народе и по всему лицу земли. Ибо Господь есть Царь, и Он владыка над народами, и Его Царство всем обладает, и оно должно быть явлено. И без ходатайов оно явлено не будет, потому что все совершается прежде всего в духе, все совершается прежде всего в молитве, все совершается прежде всего в ходатайстве нашем. Поэтому спасибо вам за такую привилегию с вами этой школой делиться в эти недели. Итак, я давайте коротко все-таки представлюсь, потому что наверняка у вас есть новая аудитория, и я тоже буду распространять потом, соответственно, это видео. Кто-то, может быть, не видел меня и не знает, почему я могу об этом учить, потому что, в общем-то, я достаточно молод еще в теле физически, но уж точно о ходатайстве поучить я вас основательно могу. И вот почему. После того, как я впервые попал на ночную молитву, это было спустя год, как я уверовал, пришел к Господу, на меня просто напал, наверное, можно так сказать, дух ходатайства. И с тех пор я не пропускал вообще, наверное, ни одной ночной молитвы вот там, где мы собирались. Потом, к сожалению, эти молитвы там закончились по определенным причинам, и через некоторое время я начал проводить сам ночные молитвы. Это было, ну, я был в церкви Слово Жизни, Москва на тот момент, и вот там я проводил около четырех лет ночные молитвы, каждую неделю, потом два раза в неделю. В общем, там около трехста ночных молитв за то время я провел только там. И я человек молитвы. В неделю у меня обычно пять молитвенных служений. Вот пять молитвенных служений, какие-то я веду, в каких-то участвую, и я молюсь много, и это моя жизнь. И помимо того, что молитва моя жизнь, у меня есть богословское образование, поэтому есть, соответственно, определенные берега, которые я понимаю, что не нужно переходить. И есть дар учителя, который может структурировать и понятно изложить те вещи, которые, возможно, непонятны. И вот это вот все в комплексе дает благословение в этой школе, потому что есть богатый опыт, есть дар учителя, есть определенного рода богословие, которое все-таки должно, на мой взгляд, как-то быть сформировано. И, кроме того, вот что еще интересно. Когда я начал школу молитвы, это, наверное, года три назад было, почему я ее начал? Господь вот особенным образом проговорил ко мне, так он проговаривал ко мне, ну, несколько раз в жизни, когда я настолько очевидно понимал, что это точно он, и это точно его повеление для меня. Он сказал тогда следующее, что если ты хочешь увидеть пробуждение в своей стране, тебе надо сделать две вещи, всего две вещи. Вдохновить людей молиться и научить людей молиться. Вдохновить людей молиться и научить людей молиться. И на тот момент, вы знаете, я, если честно, думал, да сейчас вообще не вопрос, Господь. Я уже провел там тысячи часов в молитве, сейчас я научу людей молиться. И знаете, что я сделал? Я начал читать книги о молитве. Я скачал сначала 30 книг о молитве, потом 50, потом 100. Сейчас в моей библиотеке больше 200 книг о молитве и духовной войне только, вот именно на эту тематику. И не все я их прочитал, да, но десятки книг я прочитал. И когда я их читал, вы знаете, я их читал и сразу же внедрял это. Читал и внедрял, читал и внедрял, а что-то понимал из того, что мы делали, а не было понимания. И поэтому, вы знаете, действительно есть богатый опыт у церкви, на самом деле, в молитве. И вот что хорошо для вас, какое благословение вы получаете прямо сейчас. Вам не нужно читать десятки книг о ходатайстве, потому что я их прочитал. И я вам передам выжимку вот того, что надо о ходатайстве знать. За эти буквально 10 уроков вы будете очень неплохо подкованы в том, что такое ходатайство, как нужно ходатайствовать, как не нужно ходатайствовать, какие бывают глубины ходатайства и так далее. Поэтому, слава богу, двигаемся вперед, у нас с вами будет очень интересно. Первый урок называется «Суть ходатайства». Сегодня первый урок – суть ходатайства. Суть ходатайства. Почему это важно? Вроде бы как простая такая концепция, но сегодня уже с этого шага, вот я убежден, что многие по-другому посмотрят на ходатайство точно. И почему важно понять, что такое ходатайство уже на берегу? Потому что ходатайство – это не молитва, как мы дальше узнаем. Ходатайственная молитва – это молитва. Ходатайство в чистом виде – это не молитва. И человек, не понимающий концепцию ходатайства, не может ходатайствовать. Он может огненно молиться, он может горячо взывать к Богу, он может разрывать свое сердце перед Господом, но это не будет ходатайством. Потому что ходатай – это позиция. Позиция в откровении того, почему ты ходатай, как ты ходатай, какой ты ходатай, что сделал Иисус в отношении ходатайства, какова твоя часть, какова твоя роль и функция в ходатайстве, что ты можешь на себя брать, что ты не можешь на себя брать и так далее. И вот эти вот вопросы мы с вами разберем сегодня. Итак, вот такое вот заявление на берегу урока. Ходатайство – это не молитва. Потому что часто в церковном мире, в нашем христианском, мы уже настолько эти слова слили, отождествили, что ходатай, ходатайство – это автоматически, как бы это молитвенник. Ходатай – это молитвенник. Ходатайство – это молитва. Но это не так. Ходатайственная молитва – это молитва. Но молитвы бывают и не ходатайственные. Бывает молитва согласия, молитва веры, прославление и поклонение – это тоже часть молитвы, элемент молитвы, разновидность молитвы. Бывает молитва, когда ты просто Господа слушаешь, и это не ходатайство. И поэтому ходатайственная молитва – это очень такая особенная молитва в этом отношении, и ходатайство, в принципе, оно не является молитвой. Это то, что человек может делать в молитве, ходатайствовать, а может и не делать. Мы можем молиться и не ходатайствовать. И, в принципе, мы можем быть ходатаями и не молиться в том числе, фактически. Но обычно, конечно, когда мы ходатай, это воспроизводится в молитву дальше. И задача нашего урока сегодня – понять суть ходатайства, чтобы глубоко понять молитву ходатайства, понять роль Христа, Господа нашего, как ходатая, и понять свою роль, как ходатая. Смотрим, что такое ходатайствовать. Почему ходатайство – это не молитва? Согласно словарю Уэбстера, глагол «ходатайствовать» обозначает встать или пройти между кем-то, действовать между сторонами с целью примирения тех, кто расходится во мнениях или спорит, вмешиваться, выполнять роль посредника или замолвить словечко, осуществить заступничество. Вот что значит ходатайствовать. Ходатайствовать не равно молиться. Ходатайствовать не равно молиться. Ходатайствовать – это значит встать между кем-то и кем-то, действовать между сторонами с целью их примирения, кто расходится во мнениях, вмешиваться, выполнять роль посредника, осуществлять заступничество. Вот что такое ходатайство. Итак, если коротко и емко, что такое ходатайство? Ходатайство – это посредничество. Ходатайство – это представительство. Ходатай – это представитель. И ходататай – это посредник. Позиция между. Прошение за другого. Представление одной стороны перед другой. Слава богу, что для многих из нас на этом месте 100% это достаточно понятно. Но, друзья, важно, смотрите, всегда важно, когда мы слушаем, на что обращать внимание. Дело в том, что у нас с вами есть определенный багаж знаний, определенный концепт того, в чем мы уже живем, определенный опыт десятилетиями сложенный. И порой мы не можем услышать в простых вещах глубины откровения, которые Господь хочет нам в этом дать. Поэтому, пожалуйста, наблюдайте, молитвенно слушайте сегодня, потому что, чтобы быть ходатаем, нужно встать в позицию. Нужно встать в позицию. Когда ты выходишь на молитвенном служении, берешь микрофон, например, и начинаешь ходатайствовать, нужно понимать, что происходит, нужно понимать, что ты делаешь, кто ты, от лица кого ты, что ты сейчас несешь. Ходатайство – это представительство. Ходатайство – это посредничество. Ходатайство ежедневно происходит где? Происходит в судах, где адвокаты ходатайствуют за своих клиентов. То есть, адвокат – это ходатай в этом отношении. На встречах по подписанию соглашений и договоров, когда юристы представляют свою сторону перед другой стороной. Агент по недвижимости – это ходатай. Это представитель одной стороны перед другой, арендатором перед тем, кто сдает, или покупателем и продающим. В офисах, на деловых встречах, когда секретари или другие сотрудники встают в позицию между, представляя кого-то другим лицам. Секретари – это ходатай. Они представляют того человека, кому они как бы служат, тем, что они секретари. И они представляют этого человека, и они представляют этому человеку других людей. Вот, что такое ходатайство в чистом его виде. Вот, в чем суть ходатайства. Представительство. Все сводится к представительству. К представительству. Министры – это ходатай. Послы – это ходатай. Адвокаты – это ходатай. В принципе, все, кто на суде, практически можно сказать ходатай, так или иначе. Судья представляет, опять же, закон представляет государство. Прокурор представляет обвинительную сторону. То есть, все здесь кого-то представляют, кроме, соответственно, подсудимого, когда человека судят. То есть, все здесь в этой цепочке ходатай. Чьи-то представители кого-то представляют. Поэтому суть ходатайства – это представительство. Это очень просто. Это очень понятно. Но, друзья, это очень важно. Это очень важно. Потому что, когда ты выходишь молиться, когда ты встаешь в молитву, ты должен это четко понимать, что ты сейчас встаешь между кем-то и кем-то. Ты сейчас встаешь между Богом и теми людьми, которых ты приносишь. Ты соединяешь их. Они в тебе соединяются. Как человек, который покупает квартиру и продает квартиру, в тебе соединяются. Так и здесь. Бог соединяется с этими людьми. И ты – представитель. И не только в этой позиции. Дальше мы сейчас посмотрим, в каких еще это будет происходить. Рассмотрим библейское ходатайство в контексте чего? Божьего плана для человека в момент сотворения, то есть когда Бог создал этот мир, как все это было. Дальше. Произошло грехопадение. В этом контексте посмотрим. И в контексте того, как Бог с этим разобрался. Как все это решено и что у нас сейчас происходит. Адам был наделен, как вы прекрасно, наверное, знаете, Бытие 1.26, когда Господь сказал ему «Владычествуй! Владычествуй на земле! Владычествуй над птицами небесными, над рыбами морскими и над всей землей владычествуй!» Бог поставил Адама изначально своим ходатаем, своим представителем. Представитель Бога на земле – человек Адам. Бог не общался напрямую с животными, не называл животных. Адам делал это. Адам был представителем Бога. Адам был ходатаем, посредником между землей и Богом, так скажем. Ну, как мы с вами знаем, увы, произошло то, что произошло. И нужно было исправить то, что совершил человек. И Иисус назван в Писании последним Адамом. Это тоже не просто так далеко. Адам – человек, Адам – человек, первый человек, Иисус – человек, последний человек в плане вот того Божьего плана, который должен был совершиться. И Христос пришел на землю, чтобы представить Бога, чтобы избавить человечество от этих ошибок, от последствий ошибок, и чтобы представить Бога. Он стал ходатаем или посредником, который встал между нами, представляя Бога всему творению. Когда Иисус пришел в этот мир, написано, что он – образ ипостаси Отца. Никто не видел Бога, никто никогда не видел, Сын, сущий в недре Отчим, он явил. Иисус пришел, чтобы показать Бога на земле. Одна из частей. И опять же, быть вот этим как раз посредником, он же и умер. То есть это опять же ходатайство, это действие, которое… Ему не надо было умирать, если бы нас не было. Он умер за нас. Он стал посредником. Он стал тем, кто встает между. Иисус явил нам Отца. Ну, это я, соответственно, сказал. Человек, призванный быть Божьим ходатаем, посредником и представителем на земле, про Адама речь, теперь сам нуждается в том, ну, теперь про все человечество речь, кто мог бы ходатайствовать за него, в том, чтобы кто-нибудь представил его Богу. Человек после грехопадения нуждался в том, кто бы представил человека Богу. Конечно же, таким ходатаем и посредником стал непосредственно Господь Иисус. И Он не только представляет Бога людям, Он также представляет людей, Богу. Вот еще один ключ ходатайства, очень важный, жирным выделенный. Иисус представляет Бога людям, Бога людям и людей Богу. Бога людям и людей Богу. В две стороны это работает. Иисус представляет Бога людям и людей Богу. Иисус полноправный, первый и последний посредник между Богом и людьми. В Евреям 1.3 сказано, что Он посланник и первосвященник нашего исповедания. Что такое посланник? То есть Божий посланник – это посланник Бога для человечества, посланник Бога для человека. Что такое первосвященник? Это представитель людей, Господу. Священник представляет Богу людей, приносит Богу людей, человеческой расы перед Богом. То есть вот эти две стороны. И мы как ходатай тоже, друзья, будем вот эти две стороны в дальнейшем разбирать. Потому что есть ходатайство, когда мы встаем и представляем человечество Богу. Есть элементы их ходатайства, высвобождения, когда мы представляем земле Бога. Ну и безусловно, очень сильно раскрывает вот вопрос ходатайства – это суд. Почему все так? Зачем эти все судебные процессы? Дело в том, что, как мы знаем с вами, Бог – не только любящий отец, не только есть любовь, Он многогранен очень. И Он прежде всего любовь, безусловно. Все, что Он делает, Он делает исключительно из любви. Но также Он судья всей вселенной. Он не может допускать беспредела во вселенной. Бог не может допускать нарушения Его слова без последствий. Бог не может пустить все на самотек. Бог есть праведный судья. И вот Он судит. Он судит. Он поставлен судить. И поэтому вот это все и нужно. Вообще ходатайство и молитву ходатайственную, ее нужно видеть прежде всего, друзья, вот очень нужно видеть, как вот эти юридические процессы, происходящие. Потому что мы с вами будем дальше разбирать в следующих уроках, как аргументировать свою молитву в ходатайстве. Какие есть аргументы. Зачем это нужно? Да за тем, что берет адвокат закон и говорит, вот есть закон. Потому что, друзья, на этом суде есть прокурор. Прокурор-дьявол. Который против нас постоянно что-то говорит. Который постоянно приносит на блюдечки наши грехи и говорит, да посмотри, с чего вдруг ты решил его благословить? Он до сих пор там срывается на грех. С чего ты решил излить пробуждение, излить Дух Святой на этот город? Ты посмотри, сколько там грехов в этом городе. С чего вдруг? Дьявол, у него задача приносить вот эти вот обвинения. Постоянные обвинения. Мы будем с вами, как ходатай, приносить оправдания. Приносить оправдания на основании того, что сделал Иисус и на основании Божьего Слова. Самые важные для нас с вами, как для ходатайов, инструменты, естественно, это Слово Божие. Это вот как у адвоката закон. Как у всего, что происходит в этом мире, в юриспруденции, закон. Так и у нас Слово Божье, закон. В судах работает все по закону. Там ты не скажешь просто, ну ты знаешь, я вот хотел, как лучше, а получилось, как всегда. Никого не интересует, как ты хотел и как получилось. Всех интересует закон в суде. И в небесном суде, когда происходят судебные процессы, позже происходит закон. И для нас этот суд, он всегда милостивый, он всегда любящий, он всегда оправдательный. Но если мы, друзья, правильно себя в этом суде показываем, ведем, отстаиваем свои права на основании Божьего Слова. Поэтому вот увидьте ходатайство, ходатайственную молитву впоследствии, как по факту судебный процесс. Когда мы представляем, допустим, ну чаще всего, что такое ходатайственная молитва, чаще всего, это когда мы приходим к Богу Отцу, и на основании того, что сделал Господь Иисус Христос, и на основании Его Слова, представляем людей Богу, ходатайствуем о их спасении, избавлении, исцелении и так далее. И вот в этот момент, что происходит? Происходит то, что есть судья праведный, есть клеветник братьев Сатана, который препятствует ответам, и есть мы, как ходатай, которые, как адвокаты, знающие закон, знающие на основании чего, мы можем представить дело человека, чтобы он был спасен, чтобы он был благословлен, чтобы он был исцелен. Вот, что происходит. Мы приходим с вами к отцу, к судье отцу, в ходатайстве, с законом, и говорим, отец, написано, ранами Иисуса он исцелился, например. Отец, написано, что ты не хочешь, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Написано, что Иисус умер не только за нас, но за всех умер Иисус Христос. И вы начинаете, вот, берете закон и говорите отцу, который есть судья, и отец, который есть судья на этом судебном процессе, говорит дьяволу тогда, пошел отсюда прочь. Окончено. Процесс окончен. Судебный вопрос закрыт. Все. Человек благословен. Человек исцелен. Человек получает спасение. Происходит пробуждение в этом городе. Что угодно. Интересный момент. Вот в книге Иова, в 9 главе, Иов говорит про Бога, да? Ибо он не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему, идти вместе с ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на нас обоих. И, ну, слава Богу, мы знаем, да, книга Иова, самая первая по хронологии написанная книга, тогда еще даже закона не было, Моисеева. Но эта книга далеко-далеко ветхозаветнее. Сейчас есть посредник. Сейчас есть посредник. И этот посредник влюблен в нас. И этот посредник всегда на нашей стороне. И этот посредник умер за наши грехи. И воскрес для нашего оправдания. Спасибо тебе, Господь. Ходатайство Христа, учитывая буквальное значение этого слова, не является молитвой, которой он молился, но посреднической работой, которую он совершил. Иисус ходатайствует за нас, чтобы мы могли молиться. Ходатайство Иисуса это его представительство Богу нас. Это то, что он совершил. Это то, что он сделал. Вот в этом его ходатайство заключено основное. Потому что дальше мы посмотрим такую цитату, с которой я очень согласен. Потому что многие, много раз вы наверняка слышали, что Иисус, там написано же в Писании, он ходатайствует за нас постоянно. И рисуется такая картина, что Иисус как бы постоянно неуклонно 24 на 7 стоит и молится Богу Отцу о нас. Но я думаю не так все-таки на небесах действительно происходит. Там есть и радостные процессы, и не обязательно Иисусу молиться 24 на 7 Отцу. Ходатайство Иисуса это его представительство. Иисус представляет человечество на небесах. Иисус представляет человечество Отцу. И сегодня, когда я прихожу к Богу, когда ты приходишь к Богу, мы с дерзновением приходим перед престолом благодати. Почему? Потому что там Иисус рядом с Отцом. Если бы там не было Иисуса, то никакого бы дерзновения в прихождении к престолу благодати не могло бы и быть. Поэтому ходатайство Иисуса заключено в том, что Он сделал и в том, что Он сейчас на небесах. непосредственно находится там. Слава тебе, Господь! Слова в молитве во имя Иисуса Христа можно истолковать как в этом отношении на основании ходатайства Иисуса Христа. На основании того, что сделал Иисус. Вот когда мы говорим в молитве во имя Иисуса, что это значит? Это значит, что на основании того я молюсь, что Иисус совершил, на основании креста Христова, на основании пролитой крови, на основании того, что имя Иисуса сегодня превознесено над всяким именем. Ну и вот вот эта цитата Датч Шитц очень мощные книги написал несколько о молитве. Рекомендовал бы вам их прочитать. В принципе, большинство материала этого урока взято из одной из его книг на самом деле. Как раз вот по сути ходатайства он очень глубоко это раскрывает. Я не верю, что его ходатайство, которым он ходатайствует за нас на небесах, заключается в его молитвах. Я уверен, что речь идет о его посреднических делах, о его ходатайстве за нас перед Отцом. Теперь он играет роль нашего представителя, который гарантирует наш доступ к Отцу и к нашим преимуществам, допущенным в результате искупления, полученным в результате искупления. Конечно, если вы дальше будете слышать, что Иисус постоянно о нас молится, не надо там ну как бы говорить, а вы знаете, есть другое мнение по этому поводу, я думаю иначе. Это не для этого, это просто для того, чтобы понимать, основную роль ходатая, потому что, опять же, в большинстве своем многие люди в церкви не до конца понимают, что же такое ходатайство. Ходатайство – это представительство. Господь ходатайствует за нас. Да, Он представительствует за нас. Он наш посол, как бы наш представитель, наш царь, наш жених, наш старший брат, наш Господь, который на небесах и который представляет человека, потому что, помним, да, Иисус на 100% Бог, и Он стал человеком, на 100% человек. Сын человеческий на небесах сегодня. Сын человеческий, одесную Бога Отца. Сын человеческий, ходатайствует за нас, будучи сам человеком в этом отношении. Слава Тебе, Господь! Вообще, когда проникаешь в глубину этого откровения, хочется просто кричать, знаете, Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! И не останавливаться ни на минуту. Я недавно услышал маленькое отступление, просто это сносит. Вот когда Херувимы, да, у престола «Свят, свят, 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 свят Господь Савов, свят Господь Савов, свят Господь Савов». И по-человечески думаешь, ну, есть же, наверное, поинтереснее дела, чем 24 на 7 просто говорить «Свят, свят, 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 свят Господь Савов». Представьте, они вечность проводят вот в этом процессе. Свят, 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 Господь Савов. Большинство из нас бы, ну, реально бы вряд ли захотели бы так прожить свою жизнь, чтобы просто постоянно смотреть на Господа свят 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 ну скорее всего возможно вы хотели бы так вот каждый момент когда они видят бога он открывается им больше и 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 вот поэтому когда наверняка вы попадали в такое когда бог на вас изливает свою любовь, и вы просто, ну все, вас настолько кроет. И вот здесь такой, этих херувьев постоянно кроет просто от того, что Бог им открывается снова и снова. Поэтому вот просто слава, 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 слава тебе, Господь. Но урок у нас ограничен по времени, поэтому давайте закончим его пораньше, чем через два с половиной часа. После грехопадения человеческого нуждалось в двух вещах. Людям нужен был кто-то, кто встанет между нами и Богом, чтобы примирить нас с Богом. Это мы уже разобрали, в принципе. И нам также нужен был кто-то, кто встанет между нами и дьяволом, чтобы отделить нас от врага. Сейчас мы приходим к еще одной грани ходатайства. Одна грань ходатайства – посредничество между Богом и человеком. Вторая грань ходатайства – посредничество между дьяволом и человеком. В этом отношении. То есть, ходатайство – это не молитва, естественно. В этом ходатайство – представительство. Здесь уже вопросы духовной брани. Здесь уже вопрос, когда мы сражаемся с тьмой. Как это делать? Опять же, в следующих уроках мы с этим будем разбираться. В качестве ходатая, посредника, Иисус стал между Богом и человеком, примиряя нас с отцом. И также он стал между человечеством и сатаной, рожав его мертвую хватку, разломав просто вот эти проклятия греха, рабство греха. И это тоже та работа ходатайства, которая была завершена. Именно поэтому, когда мы рождаемся свыше, когда мы приходим ко Христу, у нас есть власть не грешить. У нас есть власть жить в чистоте и святости. И мы можем идти на поводу собственной плоти до сих пор, но у нас есть власть быть святыми в Боге, быть святыми и поступать свято. Не гневаться, не обижаться, не сквернословить, не заниматься ерундой какой-то, любить, благословлять, прославлять. У нас есть эта власть сегодня, потому что Иисус разъединил нас с тьмой. Иисус разъединил нас с тьмой. Иисус освободил нас от бесов, освободил нас от тьмы, от влияния демонического. Слава, слава, слава тебе, Господь! В юридическом смысле искупления человечества Христос является одним и единственным ходатаем. Ибо един Бог, един посредник между Богом и человеком, человек Христос и Иисус. В этом отношении вот главный ходатай Господь Иисус и единственный ходатай Иисус Христос в том отношении, что Он разобрался с последствиями греха, что Он умер на кресте. Вот это все мог сделать только Он один. И Он сделал это. И здесь Он единственный ходатай, то есть главный ходатай Вселенной Иисус. Тот, кто встал между Богом Отцом и человечеством. Иисус главный ходатай Вселенной. И в этом отношении единственный ходатай. Мы с вами, как ходатай, продолжаем высвобождать то, что сделал Он. Наши молитвы ходатайства являются всегда и только продолжением Его работы ходатайства. Услышьте разницу. Молитвы ходатайства, ходатайственные молитвы являются продолжением работы ходатайства. Работа ходатайства – крест. Работа ходатайства – Иисус, прославленный Царь, позиция Его, дело Его. Поражение тьмы Спустился в ад Как мы помним Вознесся на небо Вот это все его работа ходатайства То есть Господь Иисус Христос совершил работу ходатайства А наши ходатайственные молитвы Подсоединяются к этой работе И начинают ее высвобождать Давайте какой-нибудь пример еще такой Чтобы лучше понять чисто практически Допустим, есть какой-то миллиардер Который заработал миллиарды долларов И вот у него есть банковский счет И он просто берет нас и говорит Видишь нуждающихся Вот тебе доступ к счету Давай вперед Закрывай нужды людей И вот вы своим действием присоединяетесь к тому, что сделал он Он сделал эти миллиарды Вы ничего не сделали Вы просто распространяете В молитве ходатайства происходит то же самое Мы просто приводим в исполнение Мы начинаем распространять Мы начинаем юридически утверждать То, что сделано ходатаем Господом Иисусом Это откровение исключительно важно Почему? Потому что Бог никакого другого ходатайства не почтит Закон Вы не сможете прийти в закон Вернее, в Божий небесный суд И начать там перечислять свои заслуги, достижения, молитвенное время Что я там покаялся и так далее Все это пустышка Есть основание Есть основание Иисус Христос Есть основание крест Иисуса Христа Есть основание Святой Бог Умер за грешный мир И вот это вот единственное основание И поэтому в своем ходатайстве мы должны вот это глубоко понимать, что мы делаем, друзья Мы являемся посредниками между Богом и человеком Или мы являемся посредниками между дьяволом и человеком Когда отбиваем вражеские атаки И при этом мы что делаем? Мы соединяемся с работой ходатайства Христа С завершенной работой С завершенной работой ходатайства Христа Все, он уже эту работу сделал Ему не нужно ее повторять Она уже юридически зафиксирована, утверждена на веки, на небесах прописана Иисус победил, он царь И мы просто присоединяемся к этому Посмотрите, насколько глубже начинают играть ходатайственные молитвы в этом всем процессе Когда вы приходите с осознанием этого Что вы представитель Что вы сейчас делаете Что вы сейчас соединяетесь конкретно, осознанно соединяетесь с работой Христа Вы не просто выклянчиваете у Бога в молитве Боже, исцели этого человека Или там, спаси этого человека Или Боже, излей от Духа своего на этот город Вы конкретно На основании того, что совершено На основании юридических аспектов Божьего Царства Совершаете ходатайство И это имеет совсем другую силу, друзья Совсем другую силу имеет Потому что порой вот этому адвокату Ему не надо вообще не кричать Хотя, опять же, есть разные молитвы И кричать это хорошо, если Дух Святой ведет Мы будем разбирать, опять же, как Дух Божий проявляется в молитве В глубинах ходатайства Будем разбирать призвания ходатая В какие они бывают Вот эти глубины ходатайства Ходатайственное бремя Всему этому есть место Но вот если говорить конкретно про суд Адвокату не надо там орать Да ты что, не понимаешь? Да как ты что, не видишь? Он просто берет закон и показывает Вот, вот закон И в этом больше силы Знаете, вот когда написано В этом больше силы Чем в каких-то эмоциях И опять же, эмоции это тоже хорошо Господь дал нам эмоции Поэтому нужно соединять и эмоции И слово И это будет только в плюс Не надо быть сухарем Который вообще бесчувственно приходит на судебные процессы Отторабанил свое и ушел Господь это также про отношения И сердце ходатай Оно бесконечно любит Бога И оно, конечно, разрывается От вот этой любви, от сострадания к людям И там много эмоций И это нормально Но об этом позднее Итак, наша молитва Наша молитва неразрывна с ходатайством Иисуса Она часть этого ходатайства Его продолжение Иисус совершил работу ходатайства Он ходатай, Он на небесах представляет нас Мы в молитвах ходатайства Соединяемся с этим И продолжение производим Работу ходатайства Иисуса Можно назвать производством Нашу молитву ходатайства Распространением Еще один хороший пример визуальный Это электростанция Вот, образно говоря, Иисус совершил работу Ходатайства Он как электростанция Он источник энергии Он как подстанция, которая производит Вырабатывает, генерит электричество Мы в этой цепочке провода Мы распространяем Через эти провода Царство Божье Ответы Божьи Силу ходатайства Иисуса В жизни конкретных людей В жизни конкретных городов В жизни конкретных народов Мы берем и этот провод Протягиваем в конкретную ситуацию И что Вот мы к этому в конце сегодня уже придем Друзья, без этого провода тоже ничего не будет Вот что интересно Подстанция может быть очень мощной Она может осветить всю вселенную Образно говоря, в своей силе Но если нет проводов, которые передадут эту силу То города останутся без света Люди останутся без завершенной работы Христа в их жизни Без того, что сделал Иисус Это не проявится в них, если этого никто не принесет Нам не нужно ничего производить Мы ничего не производим Хотя, опять же, есть интересные элементы ходатайственного бремени И там происходят некие процессы Когда мы вместе с Богом Реально что-то в духовном мире совершаем и рожаем Безусловно, опять же, и это есть Но Самый главный фактор в понимании ходатайства Это именно так Мы не производим Мы не производим Мы не берем на себя вот эти излишние Какие-то нагрузки Неудобавримые бремена, которых Бог не налагал Мы ничего не производим Мы провода Ни примирения, ни избавления, ни победы, ни тому подобное Все это сделал Иисус А мы это распространяем Как Иисус умножил хлеба, ученики их разнесли Не Иисус лично преподал каждому хлеб и рыбу Ученики это сделали Но Иисус это умножил Вот так же точно Иисус все сделал Мы распространяем Спасибо тебе, Господь Истина в том, что производитель Хочет просто распространять через нас Ходатай хочет ходатайствовать через нас Посредник хочет посредничествовать через нас Представитель хочет представительствовать через нас Перемиритель хочет примерять через нас Победитель хочет осуществлять свою победу через нас Это желание Божье Чтобы мы соединились с его ходатайством Потому что мы его семья Он нас очень сильно любит И он очень хочет, чтобы мы участвовали в семейном бизнесе И родители, которые построили какие-то свои бизнес-империи, они всегда, знаете, огорчаются, когда их дети уходят куда-то вообще не участвуя никак в деле отца. Им очень хотелось бы, чтобы это был семейный бизнес, чтобы семья вся участвовала, чтобы это благословляло всю семью, и чтобы вся семья была вместе и занималась единым делом. Вот так и в отношении Бога. Он не хочет все тут творить. Творю, что хочу на небе и на земле, а вы как бы занимайтесь, чем хотите. Мы семья. Он хочет, чтобы семья участвовала в том, что делает Отец, в том, что сделал Сын, в том, что творит сегодня на земле Дух Святой. Слава тебе, Господь. И вот определение ходатайственной молитвы. Очень хорошее, качественное определение ходатайственной молитвы. Ходатайственная молитва – это продолжение служения Иисуса через Его тело, Церковь, посредством которого мы выполняем посредническую функцию между Богом и человечеством ради примирения с Богом мира. Это достаточно длинное, но оно раскрывает почти полноту ходатайственной молитвы. Это продолжение служения Иисуса Христа, то есть это продолжение ходатайства Иисуса через нас, где мы также несем посредническую функцию, но уже между погибающим человечеством и нашим Господом. Также мы выполняем посредническую функцию между дьяволом и человечеством с целью осуществления победы Голгофы. Два направления. Мы стоим между человеком и Богом и представляем Богу людей. Ну, на самом деле, даже можно сказать три направления, потому что в некоторых молитвах мы конкретно представляем и Бога Земле. Молитва с позиции третьего неба, так называемая. Когда мы буквально транслируем указы Божьи, мы говорим Земле, чему надлежит быть. Об этом мы тоже поговорим. И также мы представляем, мы встаем между дьяволом, который мучает людей, и между мучаемыми им людьми, чтобы люди были освобождены, чтобы к людям пришла победа Божья, чтобы утвердить Божью победу и рассечь, отсечь сатанинские твердыни и его дела от человека. Христу нужен человек на земле, через которого он мог бы представительствовать, представлять себя, как Отец представлял себя через Христа. Человеком для Отца был Христос. Заметьте, друзья, человеком для Отца был Христос. Давайте этот момент тоже разберем немножечко, потому что так будет еще более понятно. Зачем Иисусу нужно было становиться человеком? Почему он не мог стать ходатаем без того, чтобы стать человеком? Потому что это было бы нарушением слова Бога. Потому что Бог, сотворив Землю, дал человеку власть на Земле. Вот здесь вот, знаете, очень многое объясняется для многих людей, которые не понимают вот эти процессы. Почему так много зла в этом мире? Почему Господь там не царствует, не торжествует везде, если Он царь прославленный, и у Него хватает силы, хватит силы, чтобы всех бесов вот сиюминутно отсюда просто выкинуть? Почему Он этого не делает? Ведь Он любит людей и не хочет, чтобы бесы здесь были. Ответ вот в чем. Бог сотворил Землю, сотворил человека и дал Ему Землю. И Он сказал, ты владычествуешь на Земле. Ты владычествуешь над Земле. И Бог нелегально не приходит. Бог не нарушает свое слово. Вот почему Иисус стал человеком. Без этого, вот именно в этом-то и часть, Иисус стал человеком. И Богу нужен Че-ло-век. Потому что Бог дал власть Че-ло-веку на Земле. И чтобы не нарушать собственного слова и не творить самому беспредел, Он действует через человека. Он действовал через Иисуса Христа, как главного ходатая. И Он действует теперь через каждого человека, который послушан Ему и носит Его имя. Итак, человеком для Отца был Иисус. Человеками для Христа являемся мы, Церковь. Он сказал, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Иоанна 20, 21. Поэтому мы, тело Христово, как вы все прекрасно знаете, мы его продолжение. Мы совершаем его работу, завершенную работу ходатайства, принося вот этим проводами электричество в нужные ситуации, принося решения, принося силу Божию, принося славу Божью. Представитель – это тот, кто был послан. Посланные люди обладают авторитетом, полномочиями до тех пор, пока они представляют пославших их. Тоже очень важный слайд, чтобы утвердиться в своем представительстве. Перед вами два посла каких-то стран. И когда с ними коммуницируют люди на правительственном уровне, они не видят в этих людях личность, как бы просто личность, какую-то конкретную, там, Вася Иванов, они видят конкретно государство в лице этих людей. Конкретно там, возможно, это Камерун, не знаю, по одеждам. Возможно, там это Китай, я могу ошибаться, но суть не меняется от этого. Они перед собой видят, то есть посол Камеруна, посол какой-то страны. Этот посол не действует от того, что ему там захотелось. Он действует только на основании интересов своей страны. Он действует только так, как ему сказано в своей стране. Он представляет свою страну. И пока он представляет свою страну, он обладает полными полномочиями, которому дала ему страна, которому дал от государства, правительства. И вот то же самое с нами, опять же, друзья. Нам нужно понимать, кто нам дал власть ходатайствовать. Нам нужно понимать, что мы в этом ходатайстве такие же послы неба, послы Иисуса. Вот как этот человек там из Камеруна, допустим. Я, ты, встаем в ходатайстве и просто, вот можете представить, облачаемся в небесные одежды, если хотите. Одежды Божьего Царства. Одеваемся, как посланники, как представители неба. Ой, как это сильно. И начинается процесс. Начинается процесс ходатайства. Царь победил. Я его посланник. Я представляю небо на земле. Я представляю землю небу. И начинается ходатайство. Ходатаями мы, как ходатай, должны что сделать? Во-первых, всем сердцем верить в победу Голгофы и быть уверенными, что эта победа была полной и окончательной. Без этой веры ходатайство будет очень слабым. Оно будет таким очень, знаете, детским, в плане вот, а может да, а может нет, куча неверия, куча каких-то вот этих эмоций. Есть хорошие и правильные эмоции, знаете, ревность там, такой агрессия где-то даже вот, ну, Божья такая, Божий гнев в этих молитвах. Это хорошо. А есть другие эмоции в молитвах, которые могут быть. Вот эти неверия, короче, эмоции неверия. Эмоции расшатанной психики и прочие эмоции. Когда человек просто психологически как бы не до конца здоров в этой молитве, можно сказать. А чтобы быть твердым, нужно понимать, Иисус победил, Иисус царь. Всякое колено втыкается в землю. Там, где Иисус Христос. Не может стоять. Преклоняется всякое колено. Небесных, земных и преисподних. Вся власть на небе и на земле принадлежит Иисусу. Нужно закончить думать и наделять дьявола властью. Потому что он назван, опять же, в Писании, да, князь, господствующий в воздухе. Ну и что, что он князь, господствующий в воздухе? Иисусу дана вся власть на небе и на земле. Иисусу дана вся власть на небе и на земле. Хватит верить во власть дьявола. На нас тоже должен быть хороший Божий страх, чтобы понимать, что Бог царствует на земле. Что Иисус есть царь всего. Что мы не совершаем какие-то войны, в которых мы можем проиграть или в которых Бог может проиграть. Это невозможно. Господь царствует. И вот в это нам нужно всем сердцем верить, что Господь царствует, что Он победил, что Он уже все сделал. И вот из этой позиции мы можем ходатайствовать. Ну а второй момент, мы должны как раз встать во весь рост, мы не должны бездействовать. Суд без адвоката будет провален, скорее всего. И почему Господь говорит, «Сторожа, поднимайтесь на стены». Почему Господь говорит, «Искал я у них человека, чтобы не погубить землю?» «Одного человека искал и не нашел». Это к вопросу, что мало ходатай. Мало ходатай. Потому что каждый ходатай – провод Божьей славы. Потому что каждый ходатай высвобождает небо. Потому что каждый ходатай несет Божье царство. И поэтому нужно встать, как ходатай, в свою функцию, в свою роль и начать высвобождать небо. И начать соединять землю с небесами. В общем, как послание, как посол, как помощный представитель Царства Божьего, победителя Христа. Наша задача не в том, чтобы освобождать, но в том, чтобы верить в освободителя, не исцелять, а верить в исцелителя. «Спасибо тебе, Господь». Ну и ходатай либо встречается с Богом ради примирения грешного мира с Отцом и представления Богу нужд людей, или встречается с восстающими сатанинскими силами, чтобы осуществить победу Голгофы. Об этом мы уже говорили, но еще раз проговариваю, чтобы это зафиксировалось лучше. Ну и переходим уже, в принципе, к финалу нашего сегодняшнего урока. Ответим на такой простой вопрос и помолимся. Почему Богу нужны мои ходатайственные молитвы? Отчасти я уже так в отчаянии немножечко сейчас это высвободил, почему они ему нужны. Искал я у них человека, да? Почему они нужны? Да потому что они высвобождают завершенную работу ходатайства Христа. Вот поэтому они и нужны. Вот поэтому они и нужны. Потому что их надо высвободить. Надо высвободить Царство Божие. Надо высвободить. И человеку дана власть. Бог дал власть человеку. Человек не властвует, властвует дьявол. Или властвует через других людей дьявол, прекрасно. Которые являются активными людьми в том, что они делают. Бог никому не передавал землю в собственность, но он передал человечеству ответственность над управлением землей, за управление землей. То есть назначил человека своим управляющим. Земля не наша. Земля Божья в этом отношении. Это не наша собственность. Но это наша ответственность. Не собственность, а ответственность. Ответственность возделывать землю, дана человеку. И мы здесь управляющие Бога. Именно поэтому ему нужно наше ходатайство. Либо Бог хочет оставить мир в том состоянии, в котором он сейчас есть. В каком состоянии? В состоянии разложения грехом. И понятно, что мы можем видеть дела Божьи. Кто-то как бы убегает от всей реальности и смотрит только на славу Божью. И с одной стороны где-то это правильно, а с другой стороны, друзья, если вы зайдете на территорию любой школы, российской школы и в своей стране, скорее всего, вы услышите там сплошную матерную брань часто. И вопрос, где здесь воля Божия, где здесь Царствие Божие? И это только один из примеров. Всем прекрасно понятно, что сегодня на земле как раз князь, господствующий в воздухе, который властно подвержен позору, над которым Иисус восторжествовал собой, у которого Иисус победил, у которого Иисус забрал ключи от ада и смерти. Он много делает на земле. Он много влияет на земле. И вот либо Бог не хочет ничего с этим сделать, либо хочет. И, конечно же, хочет. Если Он этого хочет, а именно так и обстоит дело, тогда мы должны признать одно из двух. Одно из двух должны признать. Первое, что неправда. Либо Бог бессилен что-либо предпринять относительно состояния этого мира. То есть Бог не может ничего изменить. Дети так и будут в школах России материться напропалую. Будут вейпы себе засовывать во все дыры и пытаться курить. И так далее. И прочие непотребства будут происходить на земле. И Бог ничего не может с этим сделать. Вот как бы купайтесь в этом, в этом. Купайтесь. Бог этого точно не хочет. И Он точно может с этим что-то сделать, согласитесь. И вот второе, что есть истина. Либо Он ждет чего-то от нас. И это Ему нужно для того, чтобы осуществить в нашем мире изменения. Истина в том, что Богу нужна. Не просто Он хочет, чтобы мы ходатайствовали. Богу нужны ходатайи. Нужны, как воздух этому миру, нужны ходатайи. Нужны ходатайи. Нужны ходатайи. Нужны ходатайи. Потому что кто-то должен принести Божье Царство на землю в Духе. На основании Божьего Слова, в этих залах Небесного Суда, кто-то должен туда войти и сказать, хватит дьяволу господствовать на земле, когда Иисус Царствует здесь. Кто-то должен это сделать. И такой человек должен быть не один, не два и не десять. Цитата Питера Вагнера. Мы должны понять, что у нашего суверенного Бога есть веские причины, как сконструировать мир, что Он во многом ориентирует свою волю в зависимость от отношений и действия людей. Он позволяет людям принимать решения, которые влияют на исход истории. Человеческие действия не аннулируют искупление. Но человеческое бездействие делает искупление неэффективным для заблудших людей. Переведу последний абзац с точки зрения ходатайственной молитвы. Без ходатайства, без ходатая, несмотря на то, что кровь Иисуса пролита за каждого человека, и Господь хочет, Бог Отец, написано, хочет, чтобы все люди спаслись. Воля Божья, чтобы все люди спаслись. Представьте себе, насколько наше участие в этом важно, что воля Божья в том, чтобы все люди спаслись. Бог хочет, Бог Отец, хочет, чтобы все люди спаслись. Иисус все для этого сделал. Написано, что Он умер не только за нас, но за всех людей. И здесь еще одна цепочка. Человек, который должен это высвободить, который должен это принести, который должен это взять в ходатайстве, который это должен высвободить как провод. И вот если нет этого человека, ни воля Божья о спасении людей, ни кровь Иисуса не работают для конкретных людей. Это очень страшно. И, к сожалению, оно так и есть. Согласно Слову Божьему и всему тому, что мы с вами рассматривали. Поэтому я верю, что, знаете, это не просто, опять же, ходатайственная школа для знаний, чтобы в вас умножить знания о ходатайственной молитве. Я верю, что Бог поднимает ходатай в это время, так поднимает в таком количестве и в таком качестве, в котором еще не видела Россия, не видел мир. Потому что, слава Богу, там в Америке люди научены ходатайствовать, многие. Много там сильных ходатайств, слава Богу. Хотя все равно, видите, ну, опять же, концентрация тьмы, конфронтация, почему серьезнейшая? Потому что есть ключевые точки. Почему в Америке такое постоянно все происходит? Потому что это основное, очень ключевое место. Как Израиль, так же, да, самое ключевое место, где постоянно что-то происходит. Америка, где постоянно что-то происходит. Россия, где постоянно так же что-то происходит. Потому что это ключевые точки. И где происходит вот это ходатайство, где происходит эта духовная конфронтация. Там много и Царства Божьего высвобождается. Я недавно видел видео, сестра присылала, она в Бэтл сейчас учится в церкви. Она говорит, там в Штатах собрались, я не знаю, как они там собрались, миллион человек, чтобы молиться. Я даже не представляю, как это там. Ну, она просто так написала. Может, это, конечно, преувеличение, но миллион человек собралось, чтобы молиться за свою страну, чтобы поститься и молиться за Америку, за выборы миллион христиан. Поэтому, слава Богу, у нас еще есть куда расти, на самом деле. Очень сильно есть куда расти. Но то, что Бог планирует сделать в России, в странах постсоветского пространства и здесь, в нашем уголке земли, не сравнится ни с чем, что было до этого, по великому количеству пророчеств об этом. Спасибо, Господь. Итак, еще раз. Вот есть вот эта электростанция. Давайте визуально прямо на это посмотрим. Есть электростанция. Мощнейшая. Намного больше, чем вот эта маленькая какая-то подстанция. Мощнейшая подстанция есть. Мощнейшая. Это Иисус. Его завершенная работа. Царство Божие в Иисусе. Все, что есть. То есть, Царство Божие, вся полнота в нем, в его завершенной работе, в том, что он совершил на кресте. Все это есть. Все это совершено 2000 лет назад. Огромное количество силы Божьей и славы Божьей уже есть. При этом, если нет проводов, проводов от этой электростанции, если нет, город во тьме, если нет проводов, город во тьме, если нет ходатайства, народы во тьме, страны во тьме, города во тьме, если нет проводов, если появляются провода, город начинает освящаться, если встают ходатай, если они не игнорируют молитву, не считают молитвенное служение чем-то таким второстепенненьким, что можно посетить, можно не посетить. Свою личную молитвенную жизнь приводят в порядок. Начинают понимать, что молитва на самом-то деле самое главное, но объективно, но вот как ни крути, это самое главное, потому что с этого все начинается. Все в духе высвобождается и рождается именно в молитве. И как ты ни крути, вот какое бы у тебя успешное служение не было, какая бы большая церковь не была, заходишь в эту большую церковь, а там присутствие Божьего до ноль, потому что не молятся люди. Заходишь в какую-нибудь небольшую молитвенную общину, и там столько славы Божьей. Поэтому нужно молиться, друзья. Нужно не игнорировать. И есть призванные ходатайи, да, мы об этом поговорим, есть прям конкретно призванные ходатайи. Об этом не говорит Писание напрямую, что есть вот призванные как пасторы, евангелисты, апостолы, учителя, и кто там, пророки еще остались в этом пятигранном служении. Ходатайи. Ходатайов нет как бы в этом списке, но, безусловно, эти призванные люди есть, потому что, ну, это понятно, это проявляется просто. Но это не значит, что все остальные освобождены от ходатайственной ответственности. Ходатайи будут молиться часами, их не надо заставлять. Ходатайи будут молиться десятками часов в неделю, их не надо заставлять, это их жизнь. Они, скорее, им сложно не молиться, они начинают, их начинают колбасить. Когда-то вот во время пандемии у нас ночные нельзя было проводить. Я не находил себе места без этих ночных в то время. Ходатайи будут молиться много, призваны, слава Богу. Но все тело Христа, вот как, опять же, есть призванные евангелисты, чтобы, соответственно, евангелизировать везде и постоянно. А есть те люди, которые на своей работе должны об Иисусе Христе рассказывать. А если они не расскажут, то никто не расскажет. Поэтому никто из нас не снимал, соответственно, ответственности рассказывать, благовествовать Евангелие тем, кто рядом с нами. И никто никогда не снимет из нас ответственности о ходатайстве за погибающий мир. И знаете, что происходит дальше? Вот это еще не полнота картины. Что хочет совершить Господь, друзья? Множество пророчеств о пробуждении. Множество пророчеств. Множество пророчеств о пробуждении. И что такое пробуждение? Пробуждение – это когда Царство Божие, оно приходит и устанавливается на конкретной земле вот так. Вот так устанавливается. Когда тьма бежит, когда тьма прячется в подвалах, когда тьме больше нет места в городе, когда нет тьме места на определенной территории. И это не голословные слова, это история многих пробуждений. Когда целые участки, города, где-то даже практически страны, они освещались страной славой Божьей так, что всякий грех терял силу. Приходил Божий свет. Приходил Божий свет. У Бога достаточно силы, чтобы это сделать, друзья. Достаточно силы, чтобы каждая территория была в пробуждении, чтобы каждый город был во свете. Вопрос – где ходатай? Вопрос – где ходатай? Которые являются проводами. Уолтер Инг. Три слова. История принадлежит ходатаям. Отец, спасибо тебе за сегодняшний урок. Пускай посредством его придет и откровение, и знание о том, что такое ходатайство, глубже, чем это было раньше. И пускай, Боже, также через эту ревность, которая кричит из моего сердца о ходатайстве снова и снова, также этот зов будет услышан. Пусть твой народ, Отец, наша небесная семья начнут совсем по-другому оценивать молитву, совсем по-другому относиться к молитве, к ходатайству во славу Ишуа. Дай нам быть теми, кто действительно присоединяется к этой завершенной работе Христа и распространяет его, ее по всей земле. Дай нам быть этим проводом, который протягивается, Боже, в самые темные места, чтобы приносить Божий свет, чтобы приносить Божью славу, чтобы приносить победу Ишуа на всякое место, во всякое время в этом мире. Благослови, Господь! Спасибо Тебе за то, что Ты совершил, за то, что у нас есть тот ходатай, благодаря которому мы всегда можем с дерзновением прийти, перед престолом Твоей благодати, Отец. И мы знаем, что Ты любящий Бог, любящий судья, что весь любой Твой суд, Он в невероятной любви к человеку. И спасибо Тебе за то, что мы, Боже, возлюблены Тобой настолько сильно. Научи нас ходатайствовать, Отец, еще более мощно через эту школу. Сделай нас еще более эффективными, ходатаями, умножь нашу пропускную способность, как этих проводов. Пускай мы сможем еще больше силы приносить, Боже. Пускай еще больше славы мы сможем высвобождать во имя Иисуса Христа. И да настанет это время, Отец, когда мы увидим, как освящаются города, освящаются страны, освящаются народы, потому что высвобождается Твое Царство, высвобождается Твоя Победа, потому что стражи встали на стены, потому что они бодрствуют, потому что они не умолкают, доколе Ты не являешь свою славу в Иерусалиме, в Москве, и в любом другом городе, Господь, в любом другом городе, ибо вся земля Твоя, и все, что наполняют ее Твое, и Ты, Владыка, над народами, Тебе вся слава и честь святой, во имя Иисуса Христа. Аминь. Верное войско Твое восстает и выходит вперед. В славе Господь наш придет Сидержитель Иисус.